Добрый вечер! У Гомеля прошел 13-й экономичный форум. Только подчас пленарного посяжения было подписано 11 договоров на агульную сумму у 300 миллионов долларов. С удельниками форума сустраился Олег Сентюров. За 13 годов Гомельский экономичный форум прошел шлях от невеликого регионального мероприемства до головного делового схода по днюго-усходной в области Беларуси, сегодня не только открывая новые максимумы для инвесторов, но и позволяя интегрировать Гомельщину в соответственную экономику. Италия работает, работает на бывшем постсоветском пространстве, на европейском регионе, в различных государствах. Но мы видим с учетом последних событий, что здесь возможностей и ресурсов считаем гораздо больше. Сирот у денег у 13-го Гомельского экономичного форума, представники России, Украины, Словакии, Италии, Австрии, Ирландии, Хорватии, сирот стратегичных партнеров, китайских компаний. Опошный час нашей краины повеличивает масштабы сопрацовництва и Гомельская область не выключением. Далегация с узкой корпорацией в этой дне знакомятся с перепрасывающими предприемствами региона. В первую очередь их цикавить поставки яловичины, а ле гэта только початок реализации великих планов. Для нас не только закупка замороженной говядины, но главный цель – это создать совместные предприятия или другие инвестиции в Гомельской области. Сюди-то удельникам форума пропоновали больше 150 инвестпроектов. При этом организаторы подкресливают, якось к этому проекту постоянно повышается, что в свою чергу дозволяя выкористовывать инвестиции больше эффективно, открывать новые вытворчасти и створать спорционные места. До речи, зараз на территории Гомельской области працуются больше 300 предприемцев за межным капиталом. И такая лечба за последние 5 годов в экономику региона притягнута свыше 5 миллиардов долларов. После 13-го экономического форума гэта лечба повеличится. В последние годы Гомельский экономический форум возначался своей масштабностью, але сегодня он стал самым великим за всю историю его проведения. 29 краид и больше 600 удельников, причем гэта не гости, а потенциальные деловые партнеры. Бадай, головная падея на пленарном посаджении – подписание протоколов об реализации 11 инвест-проектов, террот запланованного бодовництва щебневого завода у Леческем районе, фотоэлектричной станции на Наравлянщине, вытворчусь вискозного волокна у Святогорску, шмат функционального логистично-делового центра у Леческем районе и навыд сучасные залы чеканев с наявностью системы электронной чархи для транспортных сродков на одном из пограничных пунктов пропуску. Огольный кошт плануемых инвестиций – 300 миллионов долларов. Это самый высокий показатель или результат, который мы имеем на протяжении 13 лет. И приятно отметить еще раз, что с каждым годом количество и сумма растет. Поэтому мы видим, что этот форум проносит реальные дивиденды для развития экономики Гомельской области. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Особливая увага на Гомельском экономичном форуме – работе секции. Селета их пять. А прошедшего в рамках форума отбылась встреча представников органов УЛАД и дипломатов, которые находятся в Гомеле. Шмат кто из керавников замежных регионов и дипломатических мест приехал в Гомеле еще до начала экономичного форума. Его проведение стало подставой для больше деталевого ознайомления социально-экономичной ситуации в регионе. По словам худельников встречи, у каждого из них есть планы, которые они имеют намерение реализовать на территории Гомельской области. Как подкреслил один с дипломатом, от сябровства мы идем до супрациониста, а от супрациониста снова до сябровства, а лена уже больше высоким взрывнее. По глыблению относим, будут саденишать и подписанные по часу стрессы документы. В Шарниговской области Украины Гомельшина подписала план суместных мероприемств. В сирийской провинции Хомс наш регион теперь будет связывать протокол на меру об супрационисте. Такий же протокол подписали так само житковицкие райвы конкамы районный совет молдавского города Тараклия. А про ша огульной сустры шабаки так само провели перомовы по поглублению супрациониста у экономичной сферы. У права отности у першиню за опошние 10 годов Гомель наведал министр промысловости Шехии. Гэта визит повинен дать штуршок до активизации двухбаковых относинов. Мы хотим продолжать на высшем уровне это сотрудничество. Значит, хотим искать новые пути, новые, как говорится, возможности, потому что каждое время принесут какие-то новые, открывают новые окошки, которые можно просто использовать. Поэтому этот визит точно, я думаю, поможет в этом сотрудничестве и наладит опять сотрудничество, наладит какие-то новые планы. Доволе насыщенная была программа работы секции агропромыслового комплекса. Продприемство региона пропоновали потенциальным инвесторам 12 проектов. Агропромысловый комплекс в Гомельской области оценивают як вельми перспективный. Его развитию надается особливая увага. Атюли такая колькость инвест пропонов. Яны тышатся сельской господарки, перопроцовки, энергетики. Например, Лельчицкий агросервис готовый разом с новыми партнерами створать вытворшись органа минеральных удобрений. Продприемство Гомеля был «Харшпрам», яку объеднувая шерах вытворца у харшовой продукции, подрихтовала шесть инвест пропонов. Реализацию некоторых проектов предприемство распашало уластными силами. Достаточно интересный проект по воде. Хотя мы сами уже на сегодняшний день начали самостоятельно реализовывать этот проект. На базе одного из наших предприятий. Вместе с тем, конечно, с помощью иностранных инвестиций это бы удалось гораздо быстрее и более масштабнее. По выниках работы секции подписаны два протокола о одномерах. Это переработка говядины и мягких сыров на территории Решетского района. Проекты живые, я с этими предприятиями знаком. Я думаю, что они будут мне дырны в дело. Ну и другие проекты, которые предложены. Я думаю, что по приезду на место своей работы участников форума будут они обсуждены и, разумея, нам будут даны. Я думаю, что к решению, внедрению их на территории нашей области. Тем часам на секции «Туризм» Гомельшин и «Перспективы развития» подписано шесть договоров об супрационнистве. А про шатаго удельники оценили перспективы реализации проекту, який пропоновали выконавшие комитеты. Сегодня «Туризм» разглядывается не только как от пашинок на природе. Могшимость ознайомления с традициями и обрадами мясового насильства, религийный, военно-гисторичный, медицинский и деловый туризм. Усего этого, в последние годы, с теорией становятся практикой. По часу работы 13-го экономического форума, его удельники обмерковали максимальности притягнения туристов про реализацию новых проектов. У приватности Гомельшани пропонуют побудовать парк активного от пашинка, ориентованный как на детей, так и аматору экстремальных видов спорта. А про шатаго, у выник установочего решения инвесторов, у Мазары может появиться лядовая арена, а у Светлогорску откроют хостел для туристов с невысоким узровнем доходов. Нареша, зараз значный интерес для туристических объектов на Гомельшине выказывают представники российского бизнеса. Думаю, что это нормально, потому что сегодня Гомельская область, город Гомель, наш регион, он очень перспективен в этом плане. И то, что мы находимся на хорошем транспортном узле, на хорошей транспортной развязке, сегодня привлекает как российскую сторону, так и белорусы вкладывают деньги в это направление. Сегодня старшиня Гомельского городского совета депутата Иван Бородинчик провел прямую телефонную линию с жахарами областного центра. За три годины было принято каля 30 звонков, при чем некоторые грамадяне задавали одразу по некольки пытанню. Частка зворотов тышилась от жилево-коммунальных господарков и доброго парадкования территории. Люди так само цикавились терминами и концепцией проведения 8-го международного фестиваля хорографического мастерства «Сожский карагод», который заплановлено на сярыдину вересня. Были и те, кто выказывают свои пожадания и пропоновы для делегатов 5-го у Себелорусского народного схода. Лидером сярод зворотов стали пытания, которые тышились от гандлевой сферы. Большая частка звонков этой накерованости поступила от жахаров центрального района. Люди скарделись на недохоб к раму кроковой доступности, где можно набыть харшовые товары. В целом все звороты были взяты на контроль. Мы сегодня еще раз обсудили со специалистами эту тему. Действительно, надо принимать меры для того, чтобы те магазины, которые сегодня по каким-то причинам закрылись, чтобы на их места приходили другие. И, безусловно, без изменения профиля, потому что пожилые люди, а в центре у нас очень много живет пожилых людей, ветеранов, у них нет возможности, особенно у одиноко проживающих, у них нет возможности сегодня обслуживаться в магазинах типа гиперсупермаркетах и так далее. Проблемные вопросы взяты на контроль. Они будут рассмотрены специалистами. И, конечно же, будут даны ответы письменные или устные. Мы, безусловно, не оставим без рассмотрения ни один вопрос. Напереды дни стали вядомые переможцы 12-го национального телевизионного конкурса «Телевершиня». Церемония урушения премии проходила в Столичном Палаце Республики. Все лета конкурс проводился по 25 номинациях, 4 из них – региональные. Журы, в склад которого выходили вядомые режиссеры, сценаристы, актеры, журналисты, вызначили по 3 финалисты у каждой из них. Коллектив «Телерадо» компании «Гомель» так само трапил лик у знагороженных. У номинации «Лепший ведущий регионального телебашения» перемогу отримал наш коллега Дмитрий Дянисов. Зараз он заявляется наместником директора РУП РТЦ «Телерадо» компания «Гомель». У сферы телебашения и «Радо» працуют с 1999 года. Дмитрий Дянисов – автор и ведущий телепрограмм «Гомельской областной студии». Наибольший ведомый из них – «Телекрыша», «Диалог», «Эконом», «У пагонни за историей», «Справы фамильные». Можно сказать, что «Телевершина» – это оценка коллективного труда нас, телевизионщиков, за определенный период. И здесь, конечно же, приятно, что мы достигаем определенных высот. Но это нас подталкивает идти дальше и покорять новые вершины. Это не первая награда для «Гомеля», и мы надеемся, не последняя. На рахунку коллективу «Телерадо» компании «Гомель» еще две узнагороды – 12-го национального телевизионного конкурса «Телевершиня». Третье место у номинации «Левший проект регионального телебашения» заняла программа «Справы фамильные» – выпуск «Стальные браты». Этот телепроект просвещен знакомитым семьям, сгущными для белорусской истории прозвищами. Семьям, которые создали буйные монополии, и работали саправды шмат для развития альшины промысловости. Так само у нас гоноровое третье место у номинации «Левший информационный программ регионального телебачения». Программа «Новины» – «Телерадо» компании «Гомель», в выпуске, якой вы что дня бачите на своих экранах, знайомец «Телеглядашоу» с житем региону во всех его аспектах. Программа «Новины» рассказывает про наибольшезначные подеи, які отбываются в экономичной, социальной, культурной и спортивной сферах «Гомельшины». Сегодня означается День работников физичной культуры и спорта. Он объединяет профессиональных спортсменов и тренеров, аматоров активного ладожития и болельщиков. Сегодня физкультурно-спортивному руху належит статус одного из главных приоритетов социальной политики державы. Только за последние три годы на умоцовании материально-технической базы спортивных объектов Гомельской области накеровано больше 400 млрд рублев. Утым лекоза властного бюджета – 167 млрд. Набыта великая колькость спортивного обсталявания для специализованных научно-спортивных установ. Головной же задачей для спортсменов в области зараз является завоевание олимпийских лицензий. Усяго в списке кандидатов на поездку у Рыя до Жанейра – 43 спортсмены по 13 видах спорта. У нас очень большая, огромная база, которая может создать все условия для тренировок, для подготовки. И тому это способствует всем наших лицензий, которые завоевали городские спортсмены на Олимпийские игры в Рыя до Жанейра. На даденный момент спортсмены Гомельской области отримали 20 олимпийских лицензий. У Беларуси протягивается грандиозный республиканский мото-пробег, який солигорские байкеры протвятили детям. За 10 дней мотоциклисты побывают в 11 городах, в каждом из которых наведывают выхованцев детских домов и интернатов, взаимодействующие шоу и интересными спортивными конкурсами. Доброченный шлях начался с Гомельской области у Катерины Сапельниковой. Первыми байкеров с устрелив Мазыры на святы запросили школьников, выхованцев детского дома и социально-педагогического центра. По першению за всю историю горнолыжного комплекса дети смогли покататься тут не на лыжах, а на роликах, а на соправдных байкерских мотоциклах. Мы приезжаем, мы рассказываем про мото-движение, мы рассказываем про здоровый образ жизни. Мы, во-первых, приезжаем к детям с подарками, катание, фотографирование, им это интересно. Профсоюзный активист на праце и одночасовый лидер байкерского руха в Солигорске Роман Лубневский давно хотел проехать по родной Беларуси. Собрался в Роу и отправился в шлях в складе байкерской делегации. 18 мотоаматеров самых разных профессий – от шахтера до начальника отдела. Дарыши сироту дельников – три байкера – девчины. В программе «Мотопробег» 11 городов. Их мотоциклисты плануют наведать больше, как тысячу детей. У Гомеля их сустракали в Хованце городского социально-педагогичного центра. У конкурсной программе викторина и практичное выпробование наведаннее элементов мототехники. Каб хотя бы пять хвилин посидеть на мотоцикле, выстроивались очерки. Быть мотоциклистом или байкером – это хорошее дело, я думаю. Ну, пожалуй, да, могу стать мотоциклистом. Буду, к примеру, на гонках участвовать, может, губки зарабатывать. Катерина Сапельникова, Михаил Рабкоут, телерадиокомпания «Гомель» при патрымце телеканала «Мазыр». И на этом поколе все за развитие подействия по наших выпусках. А я с вами развитываюсь. До повышения. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok